Девушки отдыхают Сейчас весь мир практически перешел на вещание высокой четкости, то есть это HD, разрешение 1920 на 1080 пикселей. Ну, собственно, вот мы тоже переходим на это, мы идем вслед за крупнейшими телеканалами отечественными и зарубежными. Весь процесс займет всего около двух недель, после этого зрители смогут увидеть обновленный Самаргиз с новым вещанием и, как всегда, актуальными и интересными новостями. Их бы фантазию, да в мирное русло, как сейчас мошенники обманывают стариков. Первый двор не комом. На улице Ташкентской открыли первую в этом сезоне дворовую площадку, отремонтированную по программе «Двор, в котором мы живем». В баскетболе он выиграл все, что только мог. В Самару приехал заслуженный мастер спорта СССР Иван Едышко. Воронцовская ротонда, Ялтинский маяк и карта полуострова. Работы на Крымской площади завершены полностью. Теперь частичка Южного полуострова прямо в центре Самары. Сегодня здесь заканчивают последние штрихи. Волонтеры наводят порядок. Александр Бондарин узнал про волонтерство, когда учился в средней школе. Но тогда не понимал, с чего начать. Сейчас учится на втором курсе энергетического колледжа. Там рассказали, что следует сделать, чтобы вступить в ряды добровольцев. И вот уже год молодой человек помогает людям. Я просто как-то не задумывался, не оценивал свой вклад. Приходил с мыслью помочь. И уходил с мыслью, что я немного помог. Всю эту неделю он вместе с целым отрядом помощников готовил к открытию площадки, которые преобразили в Самаре по программе формирования комфортной городской среды. Сегодня ребята трудятся на одной из самых ярких – Крымской площади. Ее преображение удивляет и заставляет восхищаться и тех, кто живет здесь уже много лет. А из нашего окна площадь крымская видна. Здесь все было неухоженное. Все вообще по нолям. А сейчас просто сказка. Мы не верим. Виды здесь на зеленом оазисе среди кольцевой развязки и правда завораживающие. Делаешь шаг в сквер, а попадаешь на курорт. Здесь порядка 4000 квадратных метров плитки и чуть больше зелени, рассказывают строители. Изюминка площади, конечно, Ялтинский маяк высотой 9 метров, который по вечерам будет ее освещать. Подсветкой и фонтанами оборудовали Воронцовскую ротонду, у подножия которой плиткой выложена карта полуострова. Творить такую красоту было нелегко, признаются строители, но интересно. Новые всегда немножко сложные, но зато люди работали с интересом. Каждый объект, арт-объект, мы начинали делать. Сначала не понимали, что хотим, а потом, когда все чертижи рассмотришь, посмотришь к окончании, просто желание было быстрее его построить. Ну и какой же Крым без моря, а море без волн? И об этом подумали в дизайн-проекте. Помимо стандартных лавочек, которых здесь более 20 штук, установили и вот такие, так называемые волны. Но таких не унесет. Поэтому и отдыхать здесь можно спокойно. Последние штрихи по преображению делают волонтеры, за что получают свои награды. Когда эта работа делается в симбиозе со всем городским обществом, с ее участниками, достигаем вот такие отличные результаты. Площадь получила свое долгожданное преображение по программе формирования комфортной городской среды. По результатам рейтингового голосования, самарцы выбрали ее и еще четыре площадки в городе, которые в этом году привели в порядок. Дизайн-проекты составляли с учетом пожеланий жителей города. Мария Левина, Григорий Плешаков, События. В Самаре продолжают благоустраивать дворы по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Глава города Елена Лапушкина проинспектировала ремонтируемые площадки в Куйбышевском районе. Сейчас я расскажу вам об этом подробнее. Во дворе на Центральной 9 с ремонтом уже справились. У детской площадки установили ограждающие секции, рядом с подъездами уютные лавочки, урны и цветники. Не забыли и про автомобилистов. Специально для них обустроили асфальтированные парковки. Одним словом, двор превратили в уютный уголок для людей всех возрастов. Осталось выполнить санитарную обрезку деревьев и убрать ЖКХ-арт. Резиновые автомобильные покрышки, которые портят внешний облик двора. Проблему с проездом и парковкой для автомобиля решили и на фасадной. Также представитель подрядной организации пообещал установить здесь спортивные снаряды и оборудовать детскую площадку. На этой площадке что будет? Детская площадка. Тренажеры будут для детей. Детские комплексы, чтобы всем было интересно. Специалисты отремонтировали небольшой дворик на Новокомсомольской 9. Здесь установили аккуратные ограждающие секции, скамейки, разбили цветники. Местные жители поблагодарили главу города за проделанную работу и попросили решить проблему со скамейками. По мнению горожан, расстояние между деревянными секциями слишком большое. Вот эти лавки точно не пойдут. Мы уже проголосим. Ну понятно. Ужас. Но они и дерево некачественные. Вот поэтому и не ставим решили. Вот пробный вариант. Вот не понравилось жителям. Да, все, сучка. Сучки-то долго не продержатся. Несмотря на замечания, местные жители не пожалели, что стали участниками федеральной программы. Парковка. Тут у нас была такая грязь, невозможная. Теперь стала асфальтированная площадка, и машины могут стоять, и мы можем ходить. Дорожки. Дорожки у нас вообще не было. Негде было ходить, потому что там проезжая часть узкая, там негде ходить совершенно. Теперь у нас появилась дорожка. Мы очень рады и довольны всему этому. Напомним, специалисты должны отремонтировать дворы осенью 2019 года. Им предстоит устранить все замечания местных жителей и навести идеальную чистоту на площадках. В том числе убрать за собой строительный мусор. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Благоустройство самарских дворов по программе формирования комфортной городской среды входит в завершающую стадию. У подрядных организаций остается чуть больше месяца, чтобы завершить ремонт всех площадок. В Кировском районе Самары жители уже радуются обновленным дворам. Проект благоустройства территории жильцы нескольких домов по улице Ташкентская разрабатывали вместе. Работы предстояло много, рассказывает старшая по дому Валентина Егоровна Проскрякова. Раньше на этом месте был пустырь. Люди решили взять инициативу в свои руки, подготовили все необходимые документы, подали заявку на участие. И теперь радуются комфортной зоне отдыха для детей и взрослых. У нас здесь ни лавочки не было, ничего. А сейчас, пожалуйста, будут лавочки, все у нас прекрасно. И тем более дети. Ко мне вот как старше подходили родители и говорили, когда нам сделают детскую площадку. А сейчас они благодарят, что вот мы все сделали. Двор на Ташкентской – первая территория, которую открывают после ремонта по программе формирования комфортной городской среды. Всего по этому проекту в Кировском районе Самары обновили территории возле 30 многоквартирных домов. Также 9 дворов привели в порядок по проекту губернатора содействия. И 46 дворов по проекту главы города «Твой конструктор двора». Кировский район процветает, развивается. Я желаю единственным жителям беречь то, что мы вместе с ними сделали. Потому что на сегодня еще присутствуют моменты повреждения детского оборудования. Есть еще акты вандализма. Приходится потом все это восстанавливать, делать. Конечно, мы не снимаем всегда эти обязательства. Но не хотелось бы тратить деньги на это, а вкладывать их в развитие новых территорий. Помимо ремонта дворов, в этом году в Кировском районе проходит масштабная реконструкция улицы Ташкентская. Сейчас завершается второй этап ремонта. Обновлен бульвар Металургов. Завершается ремонт улицы Победы. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Осторожно, мошенники. Практически с каждым годом они находят все новые методы обмана людей. Эксперты рассказали, как себя обезопасить. Старые схемы обманщиков сегодня уходят в прошлое. Например, СМС и звонки от вымогателей из мест лишения свободы. Представляясь родственникам, попавшим в сложную ситуацию, они просят помощи. Но полицейским расслабляться некогда, ведь появляются новые идеи, а они все более изощренные. Участились случаи, когда в квартиры приходят неизвестные. Они представляются сотрудниками коммунальных служб или соцработниками. И вынуждают людей совершать незапланированные покупки. Порой на суммы, которые приводят в шок. В группе риска здесь в основном пенсионеры. Специалисты призывают быть внимательнее. Спрашивать удостоверения и не пускать незнакомцев в дом. Сложнее с жуликами, действующими через интернет. Как раньше это был, мошенник сидит, обманываем, допустим, Самару. Сейчас такого нет. Сейчас сидит мошенник в Самаре, может через интернет, допустим, связаться с Владивостоком и обмануть там человека. Соответственно, мы уже это расстояние немножко изменили. То есть мы сейчас общаемся с коллегами, уже там. То есть мы можем спокойно взять, собраться там несколько регионов, 2-3 региона Российской Федерации. И, соответственно, уже совместными усилиями поймать ту или иную группу. Во многих случаях на удочку мошенников люди попадаются сами. Как это часто бывает с несостоявшимися интернет-покупками. В поисках выгоды покупатели совершают сделку через интернет на непроверенных сайтах, где цена на порядок ниже и теряют деньги. Специалисты призывают людей, прежде чем решиться на приобретение, проверить продавца. Сделать это можно через тот же интернет. Как правило, если сайт сомнителен, то в сети уже есть гневные отзывы тех, кто уже пострадал. Список нерадивых бизнесменов регулярно обновляет региональный Роспотребнадзор на официальном сайте. Есть и такие случаи, когда мошенники выходят на человека сами. Например, представляясь сотрудниками банка. Через специальное приложение сегодня можно поделать номер. Сделать максимально похожий на банковский. С отличием, например, в одну цифру. Что не сразу бросалось в глаза. Аферисты, представляясь сотрудниками банка, называют человека по имени, могут назвать место жительства и дату рождения. Человек расслабляется и сам называет номер карты, срок ее действия и трехзначный код, находящийся на обратной стороне. Этих реквизитов достаточно мошенникам для того, чтобы начать операцию по переводу денежных средств в вашей карты. И далее в ходе разговора, начав эту операцию, вам приходит из банка официальный код подтверждения этой операции. Они продолжают у вас, выуживая информацию, получать еще и вот эти коды и пароли из смс, из пуш-уведомлений. Таким образом, это позволит им уже операцию по выводу денежных средств в вашей банковской карте завершить. Чтобы сохранить свое сбережение, эксперты рекомендуют внимательно слушать собеседника. Настоящий сотрудник банка не будет выманивать у клиента персональные данные. Если вдруг вы поняли, что столкнулись с мошенником, нужно положить трубку и перезвонить в банк. Причем сделать это лучше с другого телефона. В случае, если обман состоялся, вернуть свои деньги довольно сложно. Сделать это можно через суд, но процесс трудоемкий. Мария Левина, Максим Гусев, События. Сальмонеллу, из-за которой произошло массовое отравление роллами, нашли в копченой курице. Теперь Роспотребнадзор будет проверять поставщиков. Об этом в своей группе сообщили представители сети доставки роллы и пицца «Фарфор». Партия курица поступила только на одну кухню компании. Напомним, в Самаре 48 человек отравились роллами. Среди них была одна беременная женщина. В ресторанах прошла проверка. Специалисты нашли нарушение санитарно-эпидемиологических требований в процессе производства. Также доследственную проверку начали сотрудники Следственного комитета. Внутреннее расследование начал и Центральный офис службы доставки. В итоге были найдены грубые нарушения внутренних стандартов в сети ресторанов. Как ни странно, но отравление роллами не попало в топ запросов самарцев в Яндексе. Жители Самарской области интересовались более возвышенными темами. К примеру, личной жизнью поп-звезд. На первом месте запросов – смерть Александра Числова, звезды папиных дочек. Врачи у него диагностировали пневмонию тяжелой степени. Попал в топ запросов и Эммануил Виторган, который в 79 лет снова стал отцом. Дочку назвали Кларой. Кроме того, самарцы искали новости о матче Спартака и португальского клуба Брага. Матч завершился не в пользу красно-белых. Команда проиграла и вылетела из Лиги Европы. В топ запросах за неделю также футбольные матчи. На первом месте поединок Арсенала и Ливерпуля, который завершился оглушительным разгромом со счетом 1-3. На втором месте очередное поражение крыльев Советов, в этот раз Спартаку. Жители Самары сегодня утром попали в пробку. Общественный транспорт встал на участке от Мичурина до Луначарского. Друг за другом остановилось 5 троллейбусов, а за ними и автомобили. Впрочем, водители других троллейбусов, которые должны были следовать дальше кольца на Луначарского, не растерялись и стали корректировать свой маршрут и поворачивать на проспект Масленького. Кроме того, пассажиров перехватили автобусы, идущие по похожим маршрутам. В Самаре прекращено уголовное преследование начальника областного бюро медико-социальной экспертизы. Дмитрия Драча подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением главного следственного управления Дмитрий Драч был освобожден от уголовной ответственности в связи с тем, что были получены доказательства его непричастности к совершению мошенничества в особо крупном размере. Кроме того, Дмитрий Драч освобожден из-под домашнего ареста, и все ограничения с него сняты. В Самаре усилят работу общественного транспорта. Это связано с матчем, который пройдет сегодня на стадионе Самара-Арена. Там встретятся Крылья Советов и Московский Динамо. Северная парковка для тех, кто приедет на личном авто, будет открыта. Проехать на нее можно будет со стороны Демократической и Волжского шоссе. Для тех, кто имеет специальное разрешение, будет работать Южная парковка. Заехать на нее можно со стороны Московского шоссе и Арены 2018. Для остального транспорта улица Дальняя будет закрыта. Для болельщиков организуют специальный трамвайный маршрут С-5, который будет курсировать от улицы Тухачевского с интервалом 10 минут. Институт приемных семей в Самаре сегодня отмечает четверть века. За это время родители обрели 2500 сирот. Многие из них стали дипломатами, спортсменами и артистами. Чем живет приемная семья, увидим прямо сейчас. Семья Савинах многодетная. Четверо детей родные, у них уже свои семьи. Трое приемные – Егор и два брата Гриша и Вовочка. Самый младший в этом году пойдет в детский сад, старший учится. Родители Сергей и Любовь не делят детей на своих и чужих. Для них все родные. Этим детям хочется дать больше, чем дали своим, потому что у нас уже несколько более осознанный, более серьезный подход к жизни. Мы уже понимаем ценности, тоже лучше, больше. И хочется, чтобы вот эти дети, они больше получили. Старшие дети от родителей не отстают. По их примеру, взяли в свои семьи по сироте. Младший Андрей тоже не против приемного ребенка. Когда придет время. Первая приемная семья в Самаре появилась 25 лет назад. Тогда 11 детей обрели родителей. Это был первый опыт в России. И только через два года его транслировали на всю страну. За это время только в Самаре семейное счастье ощутили на себе порядка двух с половиной тысяч сирот. Сейчас в приемных семьях живет 645 детей. У нас все приемные родители проходят школу приемного родителя, где психологи занимаются, юристы рассказывают, что это такое, что это за форма устройства, что их ожидает для того, когда они примут ребенка. Создать приемную семью могут не только супруги, но и одинокие мужчины и женщины. После подачи документов и прохождения всех подготовительных курсов придется ждать долгожданного ребенка 2-3 года. Самый популярный возраст – до 3 лет. Для приемных семей предусмотрены различные льготы и выплаты. Например, единовременная субсидия при получении молодыми людьми аттестата зрелости. Но не стоит забывать, что за судьбой приемных детей строго следят специалисты городских социальных служб. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, Василий Колдашов. События. Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники нефтяной и газовой промышленности. Торжественное собрание проходит в здании Самарской филармонии. В нефтяной сфере в Самарской области занято больше 15 тысяч человек. Региональные предприятия по добыче нефти и газа в числе лучших в стране. В этот день на сцене лучшие сотрудники. Дмитрий Солдатов в нефтяной отрасли трудится слесарем больше 20 лет. Следит за исправностью технологических установок. Профессия не самая легкая, но сменить сферу деятельности не планировал. Тем более прогресс не стоит на месте. Конечно, изменилось. Сейчас много автоматики. Раньше вручную приходил, сейчас все это совершенствует. Награды за добросовестный труд от правительства региона и от главы города получают несколько десятков человек. У нас с вами уже реализовано несколько совместных проектов. Эти проекты были крайне успешны. Когда в городе Самары случилась проблема, вы первые, кто оказались рядом с нами и помогли в кратчайшие сроки с этой проблемой справиться. Друзья, счастья вам, здоровья, развития вашего замечательного предприятия, успехов и всего доброго вам, вашим семьям. Несмотря на сокращение добычи нефти по всему миру, объемы производства по-прежнему высокие. Производится модернизация, строятся новые установки, реализуются социальные программы. Все эти достижения, безусловно, заслуга рабочих коллективов, которые в дальнейшем обещают держать высокую планку. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События. Мы находимся на пресс-конференции по подготовке к выборам, которые состоятся 8 сентября по всей России. Главная тема обсуждений – создание максимально удобных условий для избирателей с ограниченными возможностями. В этом году участков, труднодоступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, стало меньше 8 раз. Со вторых этажей их принесли на первые. На новых площадках для голосования предусмотрены пандусы и подъемники. Также в день выборов будут дежурить волонтеры, готовые оказать всяческую помощь. И мы начали проверку всех избирательных участков на доступность маломобильных граждан и людей, которые с ограниченными возможностями. Проходит также корректировка списков избирателей, чтобы не было в этих списках ни мертвых душ, ни избирателей, которые не проживают на территориях наших избирательных участков. И в то же время были внесены в списки избирателей те граждане, которые сменили место жительства, сменили регистрацию. В Самарской области проходит 34 избирательных кампании, выборы в Самарскую губернскую думу по Безымянскому округу номер 11 и Приволжскому номер 19. А также выборы в думу Новокубышевска и внутригородских районов Самары – Кировского, Октябрьского, Самарского и Советского. Проголосовать досрочно можно с 28 августа по 7 сентября. Для этого требуется уважительная причина – отпуск или командировка, особый режим работы или учебы, не позволяющий прийти 8 сентября на выборы, а также плохое состояние здоровья. Отдать свой голос можно и находясь в больнице. Во многих поликлиниках города будут работать избирательные пункты, в том числе в больнице Середавина. Среформируется активно процесс самого голосования. Относительно тех механизмов, как обеспечить реализацию избирательных прав тех граждан, которые по разным причинам в день голосования не смогут проголосовать на своем избирательном участке. 2018 год, опять же, у нас стал первым годом, когда использовался так называемый механизм мобильного избирателя. Когда у нас идет человек, избиратель может подать заявление, прикрепиться для голосования на любом участке в рамках, соответственно, страны, и не только страны, если он даже выезжает за рубеж, он имеет возможность проголосовать на участке, создаваемом за рубежом, для того, чтобы он мог проголосовать не только у себя дома. В случае обнаружения нарушений на выборах работает горячая линия. Сообщить информацию вы можете по телефону, который работает без выходных. Номер указан на экране. Валерия Куценко, Николай Сидоров. События. Десятичасовой баскетбольный марафон прошел на площади Куйбышева. Десятый традиционный турнир «Самара Оупен» посвящен памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. В этом году соревнования стали самыми масштабными по количеству участников и насыщенными по развлекательной программе. Еще вчера Вячеслав Чесноков грезил о профессиональной карьере баскетболиста, но попасть в команду мастеров БК «Самара» оказалось не так-то просто. Теперь он стритболист. И новый формат игры «3 на 3 на свежем воздухе» для него новые испытания. А турнир «Самара Оупен» – первые серьезные соревнования по стритболу в родном городе. В том году у нас сделали ночную лигу, первый раз в год. Туры, играем, практика, здорово. Уже немножко поднимаемся на уровень выше. Если будет проводиться такой турнир не один раз в год, а хотя бы три, это уже будет скачок для всех игроков. «Самара Оупен» – ежегодный турнир по уличному баскетболу. Мемориал посвящен самарскому тренеру Юрию Тюленеву. Среди его воспитанников – двукратная олимпийская чемпионка Ольга Сухарнова, 20 мастеров спорта и 33 КМСника. Пять человек играли за национальную сборную «Многие» и за «Куйбышевский строитель». Свои поздравления на церемонии открытия турнира через видеообращение из командировки передал самарский губернатор Дмитрий Азаров. Он впервые за 10 лет не смог сыграть в выставочном матче на «Самара Оупен». Я думаю, что прекрасная память об этом замечательном человеке, наставнике, этот турнир. Я хочу сердечно поблагодарить всех гостей, которые прибыли к нам из разных регионов, из разных стран, для того, чтобы вместе с нами принять участие в этом турнире, который стал настоящим праздником для всех любителей спорта в Самарской области и далеко за ее пределами. С каждым годом уровень соревнований растет. 23 площадки, 250 команд из Самарской области и других регионов страны. Впервые матчи прошли в категории «Элит». Здесь играли топ-команды из Польши, Прибалтики, Казахстана и России. Призовой фонд – 1 миллион рублей. По традиции открывал соревнование «Матч звезд» – спортболисты, известные политики, бизнесмены и спортсмены. И когда вас спросят, а что же такое массовый спорт, вы должны ответить. Приезжайте в последние дни августа или первые дни сентября в Самару, и вы своими глазами увидите, что такое массовый спорт. Я желаю всем красивой, бескомпромиссной борьбы, но самое главное в массовом спорте – это здоровье. Болельщикам и спортсменам в перерывах между матчами скучать не приходилось. Организаторы позаботились о разнообразной развлекательной программе. Например, заработанные баллы на баскет ГТО можно было поменять на сувениры и получить призы во время конкурсов по броскам в корзину мячей и телефонов. Финишировал спортивный праздник концертом популярной музыки. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok